Здравствуйте, уважаемые земляки, уважаемые подписчики! Это видео я записываю специально для вас, чтобы разъяснить некоторые моменты. Мы начали свой проект, посвященный предстоящим выборам Народных Урал, и ко мне стала прилетать обратная связь. Некоторые люди поддерживают этот проект, некоторые пишут, звонят, говорят, кто-то критикует, кто-то жестко критикует, кто-то хочет, чтобы я устроил трэш, устроил хейт, люди недовольны, что приходят люди с разных политических партий, в том числе с Единой Россией, с новых людей и тому подобное. Я хочу объяснить, почему и для чего я это делаю. В первую очередь я не иду в Народный Урал, у меня есть свои причины, я не кандидат и не хочу быть депутатом Народного Урала. И поскольку я не иду в Урал, я решил показать вам, жителям Республики Камыкки, вам, подписчикам, всех тех людей, которые хотят быть депутатами, которые идут на Народный Урал, те люди, которые хотят взять ответственность, такую огромную ответственность, стать депутатом. Независимо от того, это представители политических партий, Единая Россия, Справедливая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, новые люди, партия пенсионеров. Я пригласил всех. Для чего? Потому что я считаю, что это наши люди. Они здесь с нами живут, они наши соседи, их дети здесь тоже живут, ходят в школы, в садики с нашими детьми. Мы все здесь, мы калмыки, мы жители нашей республики. Независимо от того, от национальной принадлежности, это все наши люди. И вам их выбирать, дорогие друзья. И поскольку я считаю, что необходимо увидеть кандидата, увидеть того человека, кто избирается, и прочувствовать его, я считаю то, что увидеть человека на обложке газеты, листовке или журнала, или на баннере, или когда видео, когда сам кандидат читает свой монолог, это недостаточно, и мы не увидим его эмоционально-чувственного, телесного контекста, мы не увидим его умственную способность, вообще мы не увидим качество человека. И поэтому я решил записывать такие интервью, поскольку я считаю, что в ходе живой беседы мы будем видеть, кто они такие. Независимо от принадлежности политическим партиям. Вот такое вот у меня объяснение. Забегая вперед, хочу сказать то, что мы будем показывать сейчас людей в хаотичном порядке по избирательным округам, поскольку первые два видео получилось, да, Оксана и Ченит, это кандидаты по одному округу, а остальное пока не получается. Мы будем записывать кандидатов-одномандатников в хаотичном порядке. Но я думаю, что у нас получится, скорее всего, в августе, в середине августа устроить уже дебаты, дебаты кандидатов на нашем канале. Я думаю, это будет очень интересно, если, конечно, законодательство Российской Федерации о выборах будет нам позволять это сделать. Вот такие вот новости, уважаемые земляки. И я прошу вас, не судите строго. Я не профессиональный ведущий, не профессиональный интервьюер, не профессиональный журналист. Я просто это делаю, в первую очередь, для вас, для того, чтобы вы видели этих людей. Пусть придут, пусть придут все. И к кандидатам я сейчас обращаюсь. Также спасибо, что вы реагируете. Мне очень приятно. Я даже удивился, что многие стали реагировать на этот проект. И приглашаю всех. Сегодня мы записали еще одно видео, а завтра выйдет следующее. Ну и спасибо вам всем, дорогие друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хотелось бы видеть больше вашей активности, ваши пожелания где-то, чтобы дальше идти. Я думаю, мы немножко подогрели обстановку политическую, имеется в виду, чтобы было интересно. И будем продолжать. И до выборов у нас именно такая позиция, такая деятельность. Спасибо вам, дорогие друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok